Спасибо большое за возможность выступить перед вами. Это замечательно быть здесь с вами в Москве. Я расскажу вам о реликтовом излучении после свечения, после большого взрыва и что это нам может рассказать о Вселенной. И сначала я попробую объяснить, почему реликтовое излучение является абсолютным доказательством, как дымящееся ружье, и о том, что большой взрыв произошел. И во второй части я расскажу о современных исследованиях в этой сфере. И давайте я сначала напомню вам, где мы находимся во Вселенной. Я думаю, что вы все это знаете, но все-таки наша планета вращается вокруг звезды, Солнца, но это не единственная звезда даже в нашей галактике на Млечном Пути. Есть 300 миллиардов звезд, таких как наша, и у каждой звезды есть сопутствующая планета. И только если мы говорим лишь об одной галактике, о Млечном Пути, мы можем сказать, что наша галактика не единственная галактика во Вселенной. В последнее десятилетие мы исследовали огромное число галактик, сотни миллиардов звезд, и в каждой из них. И я думаю, что лучше всего показать вам данные. Вот это настоящее наблюдение и вот это видео, сделанное во время настоящих наблюдений. Так что здесь вы можете видеть видео, это распределение галактик, их полет, и это реальное изображение галактики и то, как она расположена в пространстве. И я напоминаю вам, что в каждой из них сотни миллиардов звезд, так же как в нашей галактике. И я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, что Вселенная огромна, что есть огромное число галактик. И было сделано удивительное открытие не только то, как много галактик, но также то, что все галактики от нас движутся в направлении от нас. И так что Вселенная, она не статична. Каждая галактика, которую мы видим, она как бы убегает от нас. И на самом деле, чем дальше находится каждая из этих галактик, тем быстрее она от нас отдаляется. И вот это было удивительное открытие, которое сделал Хаббл давно. И что это значит? Это означает, что мы земляне такие ужасные, поэтому галактики хотят от нас сбежать. Но теперь мы смотрим на это по-другому. И то, как мы можем это объяснить, когда мы осознаем, что само пространство расширяется. И это объясняет то, что мы видим. Потому что чем больше пространства между двумя галактиками, тем быстрее это пространство расширяется. И тем быстрее галактики отдаляются от нас. Или мы это так видим, это так представляется, что они от нас быстрее отдаляются. Каждая из синих точек — это галактика. И мы живем в этой галактике посредине, откуда выходят стрелки. И поскольку пространство расширяется, вы видите, что вот эти далекие галактики, кажется, что они движутся от нас быстрее, просто из-за того, что само пространство все время расширяется. Видите, я показываю, как это расширение происходит, и как это движение обыстряется. Но дело не в том, что мы земляне такие пугающие, а просто каждая галактика отдаляется от соседней галактики, потому что пространство расширяется. И объяснение того, что увидел Хаббл, это то, что само пространство расширяется. Но если вы задумаетесь об этом, это приводит к очень удивительному выводу, потому что если вы подумаете обо всех расстояниях, которые со временем становятся все длиннее и длиннее, вы можете представить себе, как вы прокручиваете в виде Вселенной задом наперед. То есть, значит, было время, когда все галактики были расположены близко друг к другу, и тогда расстояние стремится к нулю. И это не означает, что есть один центр Вселенной, это означает, что все расстояния тогда делаются очень маленькими при этом взгляде. И в ранней Вселенной, если все там было расположено очень близко друг к другу, это значит, что ранняя Вселенная была очень-очень горячей. И это можно понять, если вы сжимаете газ, то становится очень жарко, да, это когда вы надуваете велосипедную шину, происходит то же самое. И ранняя Вселенная, на основе вот этих наблюдений, того, что пространство расширяется, ученые предложили такую концепцию, что Вселенная сначала была максимально плотная и максимально горячая в своем первичном состоянии. И вот это потрясающе горячее исходное состояние мы называем Большим Взрывом. И теперь я хочу объяснить, как мы узнали, что Большой Взрыв произошел, потому что реликтовое излучение является абсолютным доказательством того, что произошел Большой Взрыв, потому что мы умеем видеть вот это излучение. Давайте я поясню, почему Большой Взрыв предсказывает реликтовое излучение. Ранняя Вселенная была очень горячей и чрезвычайно плотной. И протоны, и электроны не могли находиться рядом друг с другом по отношению к нейтральному атому. Они двигались очень быстро. И вот это состояние, вещество, которое мы называем плазмой, когда все настолько горячее, что как будто это внутри Солнца или внутри огня. И вот так было везде, потому что во времена ранней Вселенной, но за какое-то время пространство увеличилось, и оно стало охлаждаться. И хотя в ранней Вселенной это была светящаяся горячая плазма, и вот здесь показано свечение вот этим синим цветом волнами, если вы ждете, достаточно смотрите на эту модель, то Вселенная охлаждается, и электроны и протоны приходит такое состояние, что может сформироваться нейтральный водород. И свечение и излучение тепла из этой ранней горячей Вселенной может отходить в стороны и может добираться до нас. Давайте я покажу вам видео, которое показывает это. Вы видите здесь очень горячую раннюю Вселенную, и свет от этого свечения голубого цвета, и зеленые это электроны, красные протоны, и внезапно Вселенная становится более прозрачной. И тогда свет может двигаться по Вселенной миллиарды лет мимо формирующихся звезд, формирующихся галактик в течение очень долгого времени и в конце концов доходит до Земли. и вот это излучение доходит до Земли. И вот это можно было предсказать по большому взрыву. Так что вот эта модель большого взрыва, потому что вначале это была горячая плотная плазма, даже если она охлаждается позднее, все равно есть остаточный свет, излучение света и он может перемещаться во Вселенной и дойти до нас. Так что мы можем точно предсказать как бы ретроспективно то, что был большой взрыв. и я думаю, здесь есть еще один очень интересный момент. Люди часто думают, что космологи что-то себе воображают о прошлом, но это не так. На самом деле мы можем видеть прошлое, и мы можем думать об этом таким образом. даже если вы смотрите например другой угол комнаты, вы видите не угол комнаты сейчас, а как бы немного в прошлом, потому что свет оттуда все-таки несколько наносекунд идет до вашего глаза. Если вы посмотрите на звезду, которая находится очень далеко, вы видите звезду, и может быть, которая была миллион лет назад, потому что свет от нее доходит до нас за очень длительное время. Так что мы можем представить себе, что у нас такой волшебный взгляд, что мы можем заглянуть очень далеко в темноту, на очень большое расстояние. В конце концов, вы заглядываете настолько далеко в прошлое, что вы видите свечение от большого взрыва. И это другой способ подумать о реликтовом излучении, когда мы заглянули взглядом так далеко во времени и пространстве, что мы увидели вот этот первичный болид, шар огня. Так что я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, что теория большого взрыва дает возможность предсказания, то, что мы можем видеть свет от первичного болида. и может быть вы заметили, что если вы гуляете вечером и вы смотрите на ночное небо, вы не видите море огня, ну, разве что что-то совсем уж не так бы пошло, потому что видели так что темное небо и вы не видите там горячую плазму, почему это так? И по той причине, что свет растягивается, то есть мы могли бы его увидеть в ранней вселенной, но вот это расширение растягивало свет, так что наши глаза невооруженным глазом мы не можем видеть, потому что невидимый свет, это реликтовое излучение и наш взгляд не может видеть эти микроволны, но можно построить искусственные глаза, микроволновые телескопы и смотреть на ночное небо и тогда вы увидите вот это послесвечение, которое осталось от большого взрыва, это вот как раз и есть реликтовое излучение и вот это то, что ученые обнаружили более 50 лет назад, случайно была такая исследовательская группа в Принстоне, они подумали, что они смогут найти реликтовое излучение, они стали строить телескоп, но тут они обнаружили, что другая группа ученых случайно обнаружила доказательства реликтового излучения, это ученые Пензиас и Вилсон в лаборатории и почему они обнаружили вот это после свечения, они на самом деле хотели настроить свои телескопы правильным образом, а они у них никак не настраивались, и тогда они построили антенну и они хотели протестировать оборудование, но это не сработало, всегда было шум, который мешал их телескопы, они никакого не могли настроить, так что они старались избавиться от этих шумов, которые мешали их измерениям, и они протестировали каждый из компонентов вот этого телескопа, типа рупор, и есть такая знаменитая история, что им все время казалось, что хулиганят голуби, и что на самом деле посторонние шумы создаются из-за того, что там голуби создают помехи, да, и их помет каким-то образом создают этот фон, и на самом деле тут есть темная сторона, которую я узнала, что на самом деле они не отловили на самом деле этих голубей, в общем один из них купил ружье этих бедных голубей застрелил, вот, потому что они были уже в общем настолько фрустрированы из-за того, что их оборудование не работало, но в конце концов они поняли, что это не голуби, не проблема с телескопом, они поняли, что тот шум, который они регистрируют, это не шум, а сигналы из ранней вселенной, это то самое реликтовое излучение, которое было предсказано теми, кто разрабатывал теорию большого взрыва, то есть, что они выяснили, они выяснили, что излучение, которое поступает из ночного неба, поступает отовсюду, именно это мы видим на этой очень простой диаграмме, мы взяли изображение ночного неба, развернули его и сделали проекцию на этот слайд, а зеленый цвет означает всего лишь, что в принципе яркость, которую обнаружили, является одинаковой практически во всех направлениях, куда бы они ни посмотрели на этом небе, итак, они нам об этом сообщили и они получили хорошее подтверждение того, что да, большой взрыв действительно состоялся, но ученые народ упрямый, поэтому некоторые ученые начали, например, Хойл в Кембриджском университете начали говорить, да нет, это какое-то другое излучение, это не реликтовое излучение, и каким образом было однозначно доказано, что это именно оно, дело в том, что реликтовое излучение является свечением горячей плазмы, и поэтому у него должен быть определенный цвет, это может станет тем, что когда мы нагреваем, например, кусок металла, или берем железо, железо, начинаем ее нагревать, оно начинает определенным образом светиться, и здесь мы получаем свечение черного тела, вопрос вот в чем, реликтовое излучение генерирует излучение черного тела, и вот эта непрерывная линия показывает прогнозные показатели реликтового излучения, в последующие годы ученые все лучше могли изменить этот спектр, и мы видим здесь яркость, это функция чистоты, то есть света, и данные экспериментов начала 90-х показаны вот здесь, и как мы видим, они все находятся в очень хорошем, очень хорошо совпадают, собственно говоря, мы видим почти идеальное совпадение с моделью большого взрыва, то есть это спектр, который предсказан в отношении темного тела, мы видим невероятно точное подтверждение того, что вот это излучение, которое приходит из неба отовсюду, является в самом деле послезвечением большого взрыва, который был описан в рамках модели большого взрыва, то есть это и есть то самое реликтовое излучение. Это четко подтверждение того, что большой взрыв был, и мы это видим именно в этом излучении. Ну что ж, я надеюсь, что я сумел вас в этом отношении убедить, теперь мы понимаем, что большой взрыв действительно состоялся, потому что мы его видим. А теперь давайте с вами поговорим о том, что еще мы узнали из наших наблюдений за реликтовым наблюдением, и особенно из-за наблюдений за паттернами этого излучения. Можно, например, задать вопрос. Смотрите. Мы видим вот это реликтовое излучение, которое происходит отовсюду, и поначалу может показаться, что оно абсолютно равномерно, единообразно, откуда бы оно ни приходило. Оно имеет одинаковую яркость. И это странно, потому что наша Вселенная на самом деле не единообразна. Поэтому ученые попытались повысить контрастность изображения и понять, останется ли оно таким же единообразно повсюду. Итак, сначала контраст увеличились в тысячу раз, за несколько десятков лет, и по-прежнему ничего не было обнаружено. Ученые по-прежнему видели одинаковую яркость из этих на этом направлении и на этом направлении. И в конечном итоге, в начале 90-х, в рамках нескольких экспериментов, которые, наверное, нам более интересны эксперименты КОБИ и также российские эксперименты, ученые наконец-то смогли достаточно сильную по-восконтрастности, увеличив ее в сто тысячи раз, и в первый раз ученые обнаружили расхождение в яркости этого великого излучения в разных местах. Что мы видим на этом изображении? Мы видим, что яркость вот этого послесвечения является функцией того, куда я смотрю на ночном небе. И там, где излучение красное, оно несколько ярче, там, где синее, оно несколько менее яркое, чем среднее значение. Понятно, да? То есть, вот эти свойства в этом, это есть отдельные свойства этого большого огненного шара, который мы наблюдали в первичной Вселенной. Да, да, вы правы. Дело в том, что мы не можем это видеть своими глазами, поэтому наша задача определенным образом настроить целеность, цветность микроволнов таким образом, чтобы вы могли это привести. Если бы вы могли верить в микроволновом диапазоне, вы бы видели именно так. Да, пожалуйста, если у вас будут вопросы, не стесняйтесь меня перебивать. Только, уважаемые коллеги, говорите в микрофон, чтобы все остальные тоже могли слышать. Ответ. Мы знаем, как измерять яркость. У нас есть специальные приборы, которые могут измерять яркость в микроволновом диапазоне как функция того, куда я смотрю. То есть, мы ходим, смотрим на отдельные участки неба и мы записываем значение его яркости и потом это просто заносим на наш график. В итоге мы научились это делать очень хорошо. После того, как мы запустили спутник Коби, мы запустили еще один спутник WMAP. Он сделал еще более качественные картинки, он увидел гораздо более мелкие детали. И, наконец, спутник Планка, который был, который работал последние пять лет, и также наземные телескопы. То есть, сейчас мы пришли к тому состоянию, когда у нас есть отличное, очень четкое изображение практически со всеми свойствами по яркости нашего реликтового излучения. И здесь мы видим изображение реликтового излучения. И, опять же, это реальное изображение той Вселенной. То есть, это можно назвать также поверхностью этого огненного шара большого взрыва. И, опять же, в тех местах, где картинка красная, это излучение несколько ярче, а там, где картинка синяя, это излучение несколько слабее обычного. Опять же, хотел бы подчеркнуть, это реальная картинка прошлого. Это картинка того, как Вселенная выглядела 13 миллиардов и 800 миллионов лет назад, вскоре после большого взрыва. И хотел бы, опять же, напомнить, как это все выглядело. Смотрите. После свечения, затем свет путешествует по Вселенной, достигает нашего телескопа, и затем с помощью телескопа мы составляем карту яркости всего пространства, которое находится вокруг нас. И здесь вы видите из иллюстрации этой картинки. Ну что ж, хорошо. Итак, мы с вами увидели изменения в паттернах яркости. Почему они возникают? Что это такое? почему мы наблюдаем более яркие области и другие менее яркие области? есть простое объяснение. В некоторых областях находится несколько больше вещества, и в этих областях, где вещества больше, там больше фотонов, и поэтому они кажутся более яркими. Это понятно, да? то есть, вот эти паттерны, вот эти изменения яркости соответствуют изменениям плотности вещества в ранней вселенной. Почему это важно? Почему важно то, что мы видим эти паттерны? Почему видно, почему важно делать эти наблюдения? Ну, прежде всего, это важно потому, что позволяет нам понять эволюцию вселенной. Смотрите, как это все получается. Посмотрим на реликтовое излучение, и мы видим красное пятно. Это означает, что это яркое пятно. яркое оно потому, что там больше вещества, чем среднее значение. И можно спросить себя, а что произойдет в том месте, где вещества больше среднего? Ну, там гравитация выше среднего значения. Это означает, что она начинает притягивать еще больше вещества, и тогда это вещество коллапсирует, становится еще плотнее, и гравитация растет, еще сильнее, притягивается еще большевства, и мы наблюдаем такое нарастающее коллапсирование, которое в итоге приводит к формированию галактики, звезд, планет и человека. Когда мы наблюдаем вот эти паттерны, то это очень важно, потому что мы видим картинку прошлого. Это картинка Вселенной, того, как она выглядела 13 миллиардов 800 миллиардов лет назад. То есть эта картинка Вселенной в ее далеком детстве, и мы понимаем таким образом, как яркое пятно в излучении, из-за того, что там вещества больше, за миллиарды лет преобразовалось в галактики, в звезды, ну, и в планеты, и в человека. Собственно говоря, мы даже можем моделировать, как это работает. Сейчас я покажу вам модель. Того, каким образом ранее Вселенная начала развиваться, она сначала была практически в неизменном состоянии, но в некоторых местах там было несколько больше вещества, и это соответствует тому, что мы сейчас видим на карте излучения. И затем постепенно вы увидите, как гравитация начинает формировать галактики и другие структуры. Смотрите, вот возникает Вселенная. Затем гравитация приводит к этому коллапсированию, к этому сжатию. Вот изначальная единообразная Вселенная, она практически единообразна то, как мы это видим в реликтовом излучении, но это превратилось постепенно в нашу нынешнюю Вселенную. Это важно, потому что это картинка Вселенной детства, и мы понимаем, каким образом она связана с тем, что мы видим сейчас. То есть это самая главная причина, почему это важно. Далее. Если подумать о том, если вы скажете, что это объяснение вас не удовлетворит, то я согласен, потому что возникают другие вопросы. Хорошо. Мы понимаем теперь, что галактики возникли из этих малых флуктуаций, малых изменений в излучении. Но откуда взялись все эти изменения, эти флуктуации? Это другой вопрос. Я об этом поговорю чуть позже, в конце моей презентации. Итак, первая причина. Мы видим паттерны в излучении. Это важно, потому что это позволяет нам понять, каким образом нынешняя структура эволюционировала изначально. Но причина номер два, по которой эти паттерны для нас важны, заключается в том, что мы можем использовать их как инструменты для того, чтобы понять, для того, чтобы узнать о свойствах нашей Вселенной. Эти измерения сейчас достигли такого качества, что мы можем уже измерять с точностью до процента и узнавать и состав Вселенной, возраст Вселенной, геометрию Вселенной. просто исходя из того, каким образом эти флуктуации, эти паттерны в свое время появлялись. Давайте я вам попробую показать, как это все работает. Приведу пример. Предположим, мы хотим понять размер Вселенной на основании паттернов, которые мы наблюдаем в реликтовом излучении. Ну, мы можем рассчитать физически реальный размер этих паттернов. Сейчас пока оставим это без дальнейших деталей. Просто мы можем рассчитать размер типичного пятна. Стандартного пятна на нашей картине. И тогда мы можем вычислить насколько далеко находится излучающая поверхность реликтового излучения просто на основании ее размера. Потому что мне известен размер если этот предмет на небе выглядит очень крупным, то это означает, что может быть это все недалеко и Вселенная также невелика. Если этот предмет кажется маленьким, то это означает, что он находится далеко и Вселенная уже достигла больших размеров. То есть на основании того, что мы видим, мы можем это сопоставить с тем, насколько близко или далеко находится источник излучения. то есть только на основании того, как мы видим эти предметы мы можем определить размеры Вселенной. Вопросы есть, коллеги? Ну хорошо, можем осудить потом. Ну, на самом деле, это дает нам не очень точная информация. Мы можем посмотреть на это. Ну, в общем, да, мне кажется, что это крупное. Хорошо, а как это можно выразить в числовом изменении, как это можно измерить точно? Ну, это слайд технически, но не беспокойтесь, если даже чего-то не поймете. мы, собственно говоря, можем измерить количество спектра мощности. Этот спектр мощности нам говорит вот о чем. Он говорит нам о силе этих паттернов, выраженная как функция того, насколько крупными они кажутся нам, насколько большой угол они занимают на небе. То есть, мы берем этот спектр мощности, берем его как функцию от углового размера на небе. И тогда мы можем просчитать каким образом спектр мощности должен выглядеть в зависимости от размера Вселенной или, например, в зависимости от геометрии Вселенной или от состава Вселенной. Мы можем поиграть уже с этой теоретической моделью и, наконец, получить что-то, что уже начинает быть похожим на данные. И тогда мы можем посмотреть о, смотрите, вот тот возраст, который мы искали для того, чтобы это было похоже на то, что нам нужно. То есть, именно таким образом наши измерения, которые мы здесь показали синим цветом, совпадали с нашими теоретическими предположениями. То есть, мы можем очень много узнать, мы можем узнать огромный объем информации благодаря не только тому, не только о том, каким образом формировалась структура из исходных флуктанций и из исходной плотности, мы можем также узнать и о возрасте Вселенной на основании паттернов этого излучения. 13 миллиардов 798 миллионов плюс-минус 0,037 миллиарда. Это можно достаточно хорошо знать. Диаметр Вселенной пространства плоское. Состав Вселенной. Давайте мы поговорим о том, что нам известно о составе Вселенной. из чего Вселенная состоит на основании электровозлучения. Что ж, на основании спектра мощности электровозлучения мы узнали очень точно, что атомы, что обычное вещество, состоящее из атомов, составляет всего 5% Вселенной. Только 5% Вселенной сделано состоит из нормальных атомов. Независимо от того, будь то газа или галактики, звезды, люди, что угодно. Только 5%. Порядка 25% состоит из того, что выглядит достаточно стройным. Это так называемое темное вещество. Нам это известно из реликтов излучения. Что такое темное вещество? Это вещество, похоже на обычное, только оно невидимое. это некая такая материя, которую мы не видим. Нам известно, что она там есть, потому что у него есть притяжение, гравитация. И нам известно, что нам это известно не только из исследования реликтового излучения, но также из масса других измерений, перепроверок. То есть нам с точностью известно, что большая часть вещества является темным вещества. И нам известно, что его объем 24%. Но при этом темное вещество еще не самое странное, что там во Вселенной есть. Большая часть энергии Вселенной на основании исследования электроизлучения, мы к этому пришли, и исследования были очень точными, это темная энергия. И мне кажется, темная энергия гораздо страннее, чем темное вещество. На мой взгляд, темное вещество ничего такого особенного себя не представляет. Ну, просто какие-то частицы, другие поля, другие силы. Может быть, они отличаются от электромагнитов, сил, просто невидим. Но темная энергия, на мой взгляд, это уже нечто действительно странное. Темная энергия является формой энергии, которая не притягивает к себе обычное вещество, как энергия. Наоборот, отталкивает именно она и ускоряет расширение Вселенной. То есть, представь себе, мы подбрасываем мячик, и вместо того, чтобы замедляться и затем начать падать назад, он сначала замедляется, а потом, наоборот, очень быстро куда-то улетает. То есть, это очень странное поведение мы наблюдаем. Кроме того, это нас несколько расстраивает, потому что темная энергия составляет сейчас основную часть Вселенной. А что это означает для будущей Вселенной? Это означает, что расширение Вселенной будет ускоряться все больше, больше и больше. В дальнейшем Вселенная будет очень пустой и будет нас вгонять в абсолютную депрессию. Ну что ж, мы все это выяснили, исследуя реликтовое излучение. Я думаю, что это можно все резюмировать, когда я покажу вам такую желтую прессу, таблоид британский, и это действительно название статьи, что вот эта темная Вселенная, которая была обнаружена внутри нашей Вселенной, и это проклятие для человечества. На самом деле, через 15 миллиардов лет я понимаю, что, конечно, это реальные новости, но просто глупые. Так что, если вы беспокоитесь о сотнях миллиардов лет в будущем, то тогда да, тогда это ваше. И из реликтового излучения мы узнаем очень много о нашей Вселенной. мы узнаем, что с одной стороны мы живем в очень простой Вселенной, где мы можем симулировать и на компьютере предсказать все, на основе смоделировать все, что угодно. Мы увидим, сколько у нас темной энергии, и мы знаем эти цифры отлично в связи с реликтовым излучением. мы знаем возраст, Вселенная, с чего она сделана, ее размер. Мы можем посмотреть даже на время большого взрыва и понять, как древняя Вселенная взаимосвязана с современной Вселенной. Как космологи мы должны быть рады, потому что мы разобрались почти во всем. Но с другой стороны, если мы смотрите на все это честно, или если мы смотрите на комментарии к этой статье, как у людей разные точки зрения, и они говорят, ну ладно, 70% Вселенной состоит из чего-то, что мы не понимаем, 30% из чего-то еще странного, и это, ну как это вообще может взорвать Вселенную, это ерунда какая-то. И на самом деле это неправда, но в этом есть некая мысль, что с одной стороны, мы знаем многое, и мы смогли выяснить очень много информации, но одновременно из-за этого мы начинаем понимать, как мало мы знаем, и мы даже посчитали, то есть 71,4% мы не знаем, и еще 24 тоже не знаем на самом деле, это и темное вещество, и темная энергия. мы поняли, как мало мы знаем. И это приводит нас к последней части лекции, что мы стараемся понять сейчас, и над чем работаем сейчас, когда мы изучаем реликтовые излучения. и я думаю, что здесь есть три больших вопроса, на которые мы должны найти ответы. На первом вопросе я не буду говорить о том, что такое темная энергия. Многие люди очень стараются и теоретически, и практически это понять с помощью наблюдения. Я не буду вам об этом сегодня рассказывать, но я хочу рассказать вам о двух других больших вопросах, что такое темное вещество и где оно находится в нашей вселенной. И также расскажу вам о попытке понять, что произошло в самом начале вселенной до реликтового излучения от минус 10 в минус 32 и то где находится давайте я начну с того, где находится темное вещество и что это. И я стараюсь составить карту темного вещества, потому что это может рассказать нам о свойствах этого вещества и как можно составить карту чего-то, что вы не видели. На самом деле трудно понять, где находится что-то, что вы не видели. И то, как мы это делаем, мы применяем непрямое, мы изучаем непрямое воздействие, потому что мы не видим это излучение прямым образом, но у этого вещества есть гравитация, и это влияет на то, как реликтовое излучение путешествует по Вселенной, как оно движется. То есть реликтовое излучение возникло давно, и мы видим, мы используем телескопы, там происходит отклонение в гравитационном смысле, и мы видим дополнительные паттерны, которые добавляются к реликтовому излучению. И мы видим здесь глубокую структуру, которую я поместила над реликтовым излучением. хотя вы не видите темное вещество непосредственно, но вы видите воздействие его на реликтовое излучение, потому что свет огибает вот это темное вещество, как комок темного вещества. И это увеличивает реликтовое излучение. Я думаю, что вы можете видеть вот это растяжение по сравнению с этими двумя точками. И здесь мы ищем паттерн растяжения фоновым образом и в связи с реликтовым излучением. И здесь я вижу большую структуру темного вещества. Так что мы можем взять свои карты реликтового излучения и составить карты всего темного вещества. Вот эта карта, которая сделала темного вещества. И в частности цвета показывают вам сколько темного вещества в определенном направлении. Так что это карта неба и каждая точка это какое-то направление в небе. И скоро у нас получается карта где мы смогли картографировать все. И за следующие пять лет мы сделаем всеохватные карты темного вещества и мы сможем понять сколько темного вещества находится во всем небе. И сейчас мы картографируем все темное вещество по всей вселенной. И это будет очень интересно потому что мы можем использовать это для того чтобы проверить выглядит ли так как мы ожидали что такое темное вещество и это будет влиять на то как оно сжимается какие структуры оно формирует и вот почему это линзирование может быть проблемой. так так что вот это первая тема на которой я сосредоточился стремлением понять что такое терминное вещество и как оно распределяется вопрос к сожалению не слышно сжимается вот сюда пожалуйста говорите микрофон иначе переводчики не могут перевести то есть слово да оно не имеет уж таких негативных коннотаций но можно увидеть непрямым образом потому что есть притяжение из гравитации то есть он не рассеивает свет не излучает непосредственно но мы видим через это через гравитацию и давайте теперь я перейду к последней части своей лекции расскажу вам о современных исследованиях реликтового излучения когда мы стараемся понять что произошло в самом начале возникновения вселенной мы все еще этого не знаем в частности можно задавать взаимосвязанные вопросы это прежде всего что вызвал этот взрыв во вселенной я сделала ее очень большой и очень гладкой и очень плоской в начале но с другой стороны хотя что-то могло взорвать вселенную что почему она все-таки получилась не не одинаково и не полностью плоская даже в самое раннее время мы знаем из реликтового излучения что были небольшие флуктуации плотности что в некоторых местах во вселенной все-таки было немного больше вещества а в некоторых немного меньше вещества и другой вопрос о начале это не то что взорвало вселенную а что создало вот эти небольшие флуктуации плотности из-за чего возникли эти небольшие различия в количестве вещества в той или иной точке и вот этот вопрос о том что взорвало вселенную у нас есть почему возникли флуктуации у нас очень хорошая теория это то что мы называем космическая инфляция давайте я попробую объяснить вам что такое космическая инфляция или инфляционное расширение здесь мы можем предположить что существует определенное вещество если мы понимаем что оно делает оно раздувает взывает вселенную то есть там есть негативное давление и и оно раздувает миллиарды и миллиарды раз за долю секунды крошечную долю секунды и то как это может происходить тут есть несколько подходов это могут быть несколько разные вещества но все равно то что это расширяется по экспоненте и и так мы понимаем как вселенная становится большой и плоской и после того как люди предложили концепцию инфляционного расширения они поняли что это объясняет откуда берутся вот эта флуктуация почему есть небольшие различия почему где-то вещества немного больше где-то немного меньше и я думаю что это красивая идея это что вот это быстрое расширение оно соединяет микроскопический малый мир которым управляет квантовая механика с большим ну так скажем реальным или макроскопическим миром нашей вселенной так что давайте я объясню что я имею ввиду под этим странным микроскопическим миром квантовой механики итак квантовой механики главная идея в том что у нас есть определенность от которой невозможно избавиться то есть всегда есть некая степень случайности поэтому даже если мы смотрим на простое пространство то оно на самом деле не является пустым всегда есть небольшая рандомная флуктуация в отношении количества энергии если внимательно присмотреться если посмотреть в течение короткого времени на короткую дистанцию давайте покажем модель пустого пространства в квантовой механике вот это пустое пространство если посмотреть очень пристально в квантовой механике что мы здесь нарисовали это энергия так так сейчас попробуем разобраться ну в общем вы видели как это работает есть случайная флуктуация количество энергии в отдельной точке энергия которая возникает и исчезает даже в пустом пространстве это связано с этой неизбежной случайностью всего обычно мы это просто не замечаем потому что это происходит в очень очень малых масштабах мы этого просто не видим но когда произошла инфляция то она то инфляция взяла вот эту одну небольшую флуктуацию которая незаметна и она увеличила в миллиарды 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 раз и сделала ее реальность она придала ей размер вселенной именно это является источником вот этой флуктуации энергии и пространства именно это и привело к флуктуациям которые мы теперь наблюдаем в реликтовом излучении то есть эта инфляция невероятно быстро увеличила одну из этих рандомных флуктаций и сделала ее огромной и именно это привело к тому сколько мы наблюдаем плотности и энергии в конкретных точках мы видим это на карте реликтового излучения эти небольшие расхождения в плотности и вот эти квантовые флуктуации здесь показаны как яркие точки сначала на нашей модели затем мы это видим на карте реликтового излучения и затем спустя миллиарды лет это все сколлапсировало и создало галактики то есть вот эта потрясающая идея инфляции она привела к тому что именно благодаря этому и мы возникли возникли нашей галактики все это произошло благодаря вот этим рандонам флуктуациям в вакууме 14 миллиардов лет назад которые потом расширились и создали нашу вселенную ну мне кажется что это просто здорово это конечно может быть вам покажется чем-то очень ненадежным чем-то притянутым за уши но у нас есть очень хорошее подтверждение того что это действительно было если хотите я могу в рамках вопросов ответов уйти в подробности а сейчас могу сказать следующее если вам кажется что происхождение этих флуктаций они являются рандомными то на основании этого предположения мы можем предположить множество последующих событий потому что у этих флуктаций отличное гауссовое распределение и они должны иметь определенную форму на спектре мощности они приводят к созданию практически плоской вселенной то есть мы можем делать массу предположений на основании того что мы сначала предположили а потом подтвердили то есть у нас есть масса подтверждений того что изначально может казалось странной идеей подтверждение того что именно вот эти рандомные флуктации привели ко всему что мы сейчас наблюдаем во вселенной однако есть еще одно предположение которое мы пока еще не смогли подтвердить доказательства которые мы пока еще не нашли сейчас мы над этим работаем это предположение следующее Инфляция была настолько стремительной, настолько мощной, что она должна привести к возникновению гравитационных волн, волн во времени. Как вы пришли к выводу, что это было именно 380 тысяч лет, прежде чем возникло? Да, очень хороший вопрос. Собственно говоря, ранее Вселенная была большим сгустком плазмы, а в плазме существуют звуковые волны, как рябь на поверхности озера. Итак, этот рябь начинает путешествовать в поверхности, и мы можем видеть, насколько далеко эта рябь дошла, и благодаря этому мы можем понять, сколько времени прошло с самого начала. Вы хотите еще вопросы задать? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Да, большой взрыв, да. Напоминаю, что очень многие считают, что большой взрыв, очень многие мужчины считают, что большой взрыв, это была одна точка, с которой все взорвалось и начало распространяться. Но это неправильный подход. Только с точки зрения расстояния, все расстояния между любыми объектами были равны нулю. Но это не означает, что у нас не было некого среднего значения. Все расстояния были с жертвы до нуля. Как, можно продолжать эту самую лекцию или как? Да, да. Реликтовое излучение. Собственно говоря, 1% статического электричества в электричестве – это все реликтовое излучение. Да, хорошо, давайте продолжим. Прошу прощения, я стараюсь говорить особо медленно. Итак, как я уже говорил, у нас есть некий прогноз, подтверждение которого мы пока не нашли. Тот факт, что инфляция должна генерировать гравитационные волны, должен в электричестве проявляться в виде паттерна поляризации по B-варианту. Это означает, что мы должны видеть какие-то особые типы паттернов, вихревых паттернов. То есть, если мы найдем такие паттерны, то мы увидим подтверждение того, что гравитация также лежала в самом основании Вселенной. То есть, наша задача – обнаружить эти паттерны, эти неопрожимые доказательства того, что все это было. И мы хотим их найти не только для того, чтобы подтвердить, что именно инфляция является нашей правильной теорией, но и чтобы понять физику ранней Вселенной в деталях. Если мы будем изучать мощность этого сигнала поляризации, то мы можем тогда вычислить, какие различные модели, какие различные идеи нашей теории инфляции являются наиболее верными. Потому что здесь представлены различные варианты того, как инфляция, как физика ранней Вселенной на самом деле действовала. Если мы сможем исследовать эти сигналы поляризации по типу Бай, то прежде чем мы можем подтвердить, что эта поляризация действительно состоялась. И второе, мы можем понять, именно каким образом действовала физика ранней Вселенной. Ну что ж, именно этим мы сейчас и занимаемся в наших исследованиях электроизлачения. Несколько лет назад нам казалось, что мы нашли, обнаружили эту поляризацию. Ну конечно, но не мы, а другая группа исследователей. Например, эксперимент Бай-Цепт-2, как казалось ученым, смог обнаружить подтверждение этому факту. Но на самом деле выяснилось, что они допустили ошибку, когда удалили из нашей галактики загрязняющий элемент. Потому что наша галактика также дает некие помехи популяризации. Они считали, что это нужно удалить, но сделали это неправильно. Ну, на самом деле выяснилось, что они просто обнаружили пыль, которая распространена по галактике. Но затем, в следующем десятилетии, было предпринято очень серьезное усилие по исследованию этой поляризации на новом, принципиально новом уровне. Я сейчас вам покажу ряд этих экспериментов, в которых я принимаю участие. Например, вот это космологический телескоп в Атакаме. Вы выйдете в средней части сам телескоп, сюда поступает электрическое излучение, оно начинает отражаться, и мы уже представляем карту поляризации. А в скором времени у нас будет еще более качественный телескоп, который будет в сто раз более чувствительным, чем Атакамский. Потому что это будет большая решетка из десяти телескопических тарелок, которые также расположены в пустыне. То есть, мне кажется, в ближайшие 10 лет мы будем открывать очень интересные факты, которые помогут нам получить эти сигналы популяризации и подтвердить наши теории. Ну что ж, на этом я хотел бы подвести итоги. Я надеюсь, что мне удалось вас убедить в том, что, с одной стороны, нам удалось очень много узнать про электронное излучение. Мы узнали о возрасте Вселенной. Мы узнали о том, из чего Вселенная состоит. И нам даже известно, конечно, судьба Вселенной. И теперь мы понимаем, каким образом наши галактики, наши звезды сформировались из тех исходных семян, структур, которые были созданы в самом начале. Но на самом деле мы также поняли, насколько мало нам известно. Нам предстоит еще очень много узнать. Нам нужно ответить на такие важные вопросы, как, например, что такое темная энергия, что такое темное вещество, и что происходило в начале Вселенной. И я не знаю ответа ни на один из этих вопросов. Но я верю, что электронное излучение по-прежнему будет нам дать множество различных важных сведений обо всем этом. Большое спасибо за внимание. Ну что, теперь вопросы. Спасибо за эту очень интересную лекцию. Это было очень приятно послушать вам. Я думаю, что ответ будет 42, да, и с автостопом по Вселенной. Лекция очень интересная, но она очень сложная для меня. Но у меня есть один, но простой вопрос. Все-таки были ли американские астронавты на Луне, или они там не побывали? Я думаю, что у вас есть это тайное знание, да? Витя, наверное, русские, да, говорили об этом, да? Ну, по крайней мере, это не связано с реликтовым излучением. Я думаю, что у меня очень обычный вопрос. Но я хочу спросить об одном интересном моменте. В связи с тем, что вы рассказывали, получается, что атомы и пространство расширяются. И почему не происходит искажение моего тела, например? Независимо от того, расширяется, расширяетесь вы или нет, это зависит от влияния гравитации всей Вселенной и гравитации вашего непосредственного окружающей среды. Если вы в очень плотной среде, то вот это главный источник гравитационной эволюции. Ну, может, я, конечно, расширяю сейчас. Но вообще, на самом деле, мы не расширяемся в связи с тем, что Вселенная, эволюционируя на нас, влияет гравитацией Земли, гравитацией Солнца. И здесь Вселенная для нас не важна в этом плане. Но если у вас есть какая-то зона с очень малой плотностью, и там происходит космологическое расширение, то там это влияет на вас. Ну, действительно, тут атомы не растягиваются, не отходят друг от друга. То есть мы рассматриваем здесь расширяющую силу. Получается, что наша гравитация, там, где мы находимся, она мешает нам вот так расшириться, да? Таким образом, о котором вы говорите. Вот этим 24 процентом, что может быть альтернативой темному веществу? Вы показали карту, да, распределения темного вещества. И вы говорили, что есть белые пятна. Ну, это, знаете, как шутка по поводу темного вещества с белыми пятнами. Но я составила картинку о том, насколько мощное линзирование. И вот эта мощность линзы, да, она подсказывает нам как раз о количестве темного вещества. Поэтому я составила эту картинку. Ну, это, да, это хорошая мысль. Ну, какие альтернативы темному веществу? Ну, может быть, они такие немного глупые, но, мне кажется, есть хорошая альтернатива темной энергии. Многие люди говорят, может быть, нет никакой темной энергии, может быть, вообще теория гравитации неправильна. Я думаю, что для темной энергии это подходящее объяснение, так можно сказать. Но для темного вещества, на самом деле, есть очень много доказательств, которые показывают, что она не взаимодействует, за исключением взаимодействия через гравитацию. Так что мы видим реликтовые излучения. Давайте я вам дам некоторые примеры. Мы знаем, что это не может быть неправильной теорией гравитации. Она не может быть неправильной, потому что если два объекта сталкиваются, то газ останавливается. Но темное вещество, которое мы видим с помощью линзирования, оно как бы проходит насквозь. И это независимое вещество, которое не является частью газа. Поэтому мы знаем, что это как бы такого рода частицы. И также мы знаем, что должно быть темное вещество. То, как мы переходим, в связи с тем, как мы переходим от реликтового излучения к галактикам. Если вы посмотрите на вот это видео здесь. Давайте я вернусь немного. Вот это видео, где мы показывали моделирование. То, как флуктуации сжимаются, схлопываются. И вот эта модель, если у вас нет темного вещества, то у вас недостаточно времени, чтобы перейти от маленьких флуктуаций к очень плотным объектам, которые у нас есть сейчас. Просто недостаточно гравитации, чтобы вызвать вот это схлопывание. Так что вам нужна дополнительная гравитация, которая происходит от темного вещества. Или галактика слишком быстро движется по своим орбитам, и на самом деле нужно темное вещество так, чтобы не оставалось скопления. Мне кажется, что для темного вещества нет какой-то привлекательной научной альтернативы. А вот для темной энергии есть. Спасибо вам большое. Расскажите нам один или пять интересных фактов о Вселенной. Боже мой! Пять самых интересных фактов. Так-так. Я надеюсь, что я некоторые из них уже упомяну. Может быть, первое, то, что мы способны видеть прошлое, нам даже не нужно гадать. Мы действительно можем в прямом смысле заглянуть и увидеть прошлое. Другое, то, что все происходит от случайных квантовых флуктуаций. То, что мы понимаем всего лишь пять процентов Вселенной. Мне кажется, вот это самые важные факты. Спасибо за чудесную лекцию. Почему нужна маленькая точка вот этой теории большого взрыва внутренняя сингулярность? Почему она должна быть меньше, эта точка внутри? Можно ответить разными способами. Но если современная физика правильна, то можно доказать, что должна быть единственность в начале Вселенной. Должна быть сингулярность. Это то, что как раз теорема сингулярности Хопинга, самая известная его теорема, как раз это связано с гравитационной физикой. Я думаю, что это самый точный ответ. Я могу дать вам статью на эту тему, и я думаю, что вы доберетесь до сути. Потому что здесь вопрос в какой-то момент мы должны были остановиться в его изучении. Я могу вам такое примитивное объяснение, что если все летало, то оно должно было находиться довольно близко один объект от другого. Но я думаю, что вам нужно общую теорию относительности Эйнштейна тогда поизучать, чтобы это глубже понять. У меня такой, может быть, личный вопрос. Где вы работаете? Вы больше в пустыне? Нет. А как вообще выглядят ваши дни рабочие? То есть вы много ли работаете за телескопом? Я часть экспериментальной группы. Я участвую в разных экспериментальных группах. И я занимаюсь анализом данных и разработкой теории. То есть я не строю ничего. Я подхожу, конечно, к телескопам, но не так часто. Ну, там слишком жарко, сухо в пустыне в этой. Так что я, ну, представляете, хожу в офис и кричу там на бедных студентов. Ничего такого славного, героического. Знаете, есть ученые, которые действительно, вот, например, космонавты, которые используют телескоп. И есть даже еще больше экстремалов, да, те, кто в скафандрах там все это делает. Вот, на южном полюсе. Так что там строят телескопы. И они управляют этим, так что, бедным студентам. И вот им-то и придется туда пойти и померзнуть. Вот у этих людей интересная жизнь каждодневная. Самые храбрые, это как раз те, которые работают на южном полюсе зимой. Потому что там темно, шесть месяцев. И при этом им нужно следить, не видеть дневного света за состоянием телескопов, чтобы они не ломались. Это большая работа. Если у вас есть вопросы о русском языке, то... Это глупый вопрос. Что вы думаете о Балоне маске? Я не знаю. Но он такой прикольный. Мне кажется, он преувеличивает немножко свои достижения местами. Но он настоящий ученый, по вашему мнению? Да, но он настоящий инженер. У меня есть еще два простых вопроса. У вас замечательные знания о галактиках, об исследованиях. Вы когда-нибудь видели какие-то паранормальные явления? Какие-нибудь там летающие тарелки, что-нибудь такое? И действительно зоны 501 существуют или нет? Я не думаю, что там сидят инопланетяне, но я думаю, что особая зона есть. Но это не моя сфера. Я не эксперт в этой сфере. Спасибо. 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 И второй вопрос. В самом начале вы сказали, что должна была быть материя, которая существует. Откуда она взялась на магазин в месяц пройти материи, чтобы они адекватировали какую-то войну. И если это было так, то дадим вас в один. Почему все было действительно плотным в начале, да? В каком-то смысле я могу объяснить, да, что там было инфляционное расширение, но есть действительно неразрешенный вопрос о том, почему так много вещества было именно в ранней Вселенной. И почему была такая высокая инфляция? Почему столько первичного вещества? И космологи часто говорят, почему такая высокая энтропия в первичной Вселенной. Так что это, в общем, неразрешимый вопрос на самом деле. То есть пока мы не очень четко понимаем о том, почему такая высокая плотность была. И что касается идеи уничтожения антиматерии. Есть вопрос, о котором я не говорила, о том, почему больше материи, чем антиматерии. Вы знаете, что мы материально состоим из вещества, и все, что мы видим, состоит из материи, из вещества. Но большинство законов физики не очень четко различают эти два момента. И остается открытый вопрос о том, из-за чего возникло вообще больше вещества, почему мы получили именно материю, а не антиматерию в конечном счете. Так что здесь есть большой космологический вопрос в связи с тем, что вы спрашиваете. вопрос. еще одно рассмотрение. Спасибо заCHVOP по boletcom . Сейчас терпите, она работает с телезがомплант, ноFl타� kids f Meltem. Продолжение следует... 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 Но я не был уверен. И эксперименты на Земле часто связаны с еще большим количеством вопросов, чем в космосе. Это связано с той причиной, на которой вы говорили, потому что если вы далеко, там нет атмосферы, ее воздействия, не нужно с ней справляться, или там излучение от Земли с разных мест, то есть там более получается такая обедненная или чистая среда, поэтому там проще делать эксперименты в космосе. Есть еще вопросы? Перед вами о стратегии. Как говорил Нилдеграсс на Эссен? Как Нилдеграсс на Эссене сказали, что существует на Земле. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok. Мы очень рады встретить таких исследователей. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Это хороший вопрос, если я его правильно понял. Если я правильно понял ваш вопрос, вы спрашиваете, гравитация прямо ли она действует на реакцию, насколько вот непосредственно, или все-таки опосредована через плотность и давление? То есть, влияет ли гравитация на реакцию? Да, она влияет, но опосредована через плотность и гравитация. У звезды гравитация вызывает высокую плотность и давление также плотное. И это будет влиять на скорость реакции, на равновесие реакции. И самое большое влияние гравитации из-за того, как это влияет на давление и плотность. Почему гравитация не влияет прямо, ну, например, на химическую реакцию? Вот одна молекула, вторая, вот они объединяются. Почему, например, гравитация не имеет значения? Потому что гравитация, на самом деле, слишком слабая для этого. Она настолько слабее, чем все остальные силы. Так что большинство реакций, они электромагнитное воздействие, слабая сила и гравитация настолько слабее, что важно только когда очень большие массы подвергаются гравитации. Иначе это не влияет на реакцию, по крайней мере, насколько я знаю. Вы можете увидеть, что гравитация в этом смысле небольшая. То, что вся Земля тащит меня вниз, но небольшое отталкивание электромагнитное все-таки делает так, что я стою. Так что мои вот эти маленькие атомы в ногах побеждают гравитацию Земли. Это получается, что гравитация слабая, так что она не настолько прямо влияет на химические реакции, на мой взгляд. Спасибо. Я готовлю вам к работе. Следующее из этой логики более сильная, например, сила, скажем, темная энергия, она могла бы влиять на скорость химической реакции. Какие-то силы, которые отличаются от гравитации, которые могли бы влиять на реакцию. То, как я понял то, что Вы спросили, это может ли быть другая сила, которая отвечает самому. Многие вещи, которые, например, связаны с инфляцией, с инфляционным расширением. И у нас есть хорошее доказательство о том, что может быть дополнительная сила, которая влияет на инфляцию, на этот эффект. Но силы не могут путешествовать быстрее, чем скорость света. Так что есть максимальное расстояние, то, как мы можем влиять. Если у нас нет инфляции, которая влияет на эволюцию. Но мы видим корреляцию в очень больших масштабах, которая больше, чем то, как путешествует информация. Так что, если у нас есть сила, которая, например, исходит отсюда и влияет в этом направлении. Я не думаю, что Вы можете все инфляционные эффекты объяснить такой вот каузальной физикой, да, или какой-то новой неизвестной силой. Я не думаю, что все можно объяснить новыми силами. Есть и технический ответ на этот вопрос. Вот эта часть реликтового света, то, что она плоская и не ноль, показывает, что как раз не должно быть каких-то других сил. Ну, в общем, это мне пришлось бы отдельную лекцию прочесть для того, чтобы это объяснить нормально. Спасибо большое. Какие последние новости о астрономии? Я думаю, что здесь есть люди на этой встрече, которые больше знают о нутрина, об этой астрономии. Я знаю, что люди стараются с помощью кусочков льда исследовать распределение нейтрина, и они смотрят на гомогенность. И у меня нет новостей о нейтрино и астрономии. Я стараюсь понять нейтрино в их связи с реликтовым излучением. И не из астрономических источников, а есть на самом деле фон космических нейтрино. Так же, как есть космический фон реликтового излучения, так же и нейтрино производит такой фон. И это очень активная область исследований для того, чтобы понять космический фон, связанный с нейтрино. Я стараюсь исследовать массу нейтрино. Теория струн, насколько она серьезна? Да. Может ли вам что-нибудь рассказать о темной энергии? Очень хороший вопрос. Да, я считаю, что теория струн – это теория серьезная. Я думаю, что, может быть, кому-то казалось, что эта теория будет развиваться быстрее, чем она развивалась за последние 20 лет. Но, тем не менее, я уверен, что она является наилучшей теорией, которая сейчас объединяет квантную механику и описание гравитации. Однако проблема в том, что, учитывая энергию, учитывая период времени, всю ситуацию, которую мы пытаемся описать, все это настолько сложно, что, конечно, задача стоит очень сложная. То есть, я вообще считаю, что нам потребуется, может быть, лет 100, чтобы понять, каким образом мы работаем в квантовой гравитации. Но, тем не менее, я не думаю, что мы сможем доказать в ближайшие 10, 20, 30 лет ее ошибочность или правильность. Ну, по крайней мере, мы приложим все усилия. Но времени потребуется, может, очень много, вплоть до того момента, когда мы доберемся до тех моментов, которые теория струн пытается объяснить. Ну, в любом случае, через стоят узнаем. Можно еще один-два вопроса? One or two questions, maybe. Только короткие, да? Да, да. Только короткие. Что вы думаете об обеотделе, что вы думаете в шею до восемьдесят пять два? Это... Это так, наверное. Продолжение следует... Вы знаете, когда ты являешься ученым, то мне кажется, что очень важно научиться признавать, что ты иногда о чем-то ничего не знаешь. Спасибо, очень интересно. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что сейчас ведутся серьезные исследования в этом отношении к космологии. Я думаю, в частности, мы исходим из желания понять, что такое темная энергия. Но, знаете, сейчас, на самом деле, когда мы пытаемся понять, что такое притяжение, у нас приводит в очевидении то, что нам... Следует ли нам принимать это участие, принимать в это внимание, когда мы говорим о обычной физике? Потому что люди принимают участие... Извините, принимают во внимание какие-то отдельные аспекты притяжения, но в целом теория не выдерживает критики. Есть квантовая механика, есть особая относительность, но если их принимать во внимание, то мы понимаем, что, не нарушая основные законы физики, мы не можем пока что приводить к какой-то единственной теории, которая... Которая работает, которая последовательна. И это решение не должно быть очень простым, просто давление некой частицы. То есть, мне кажется, что очень... Сейчас очень красивая картина, потому что законы физики таковы, какими они являются, их очень сложно изменить. То есть, ученые пытаются что-то найти, что-то предложить, но у них пока ничего не получается. Расскажите, как выглядит ваша будничная работа? Ожидали ли вы, что местные взгляды каждую ночь на звезды вы будете сидеть перед компьютером и считать цифры? Нацепь этого делать большие выводы? Да, конечно, за компьютером приходится сидеть больше, чем я ожидал. Это правда. Ну, вообще не знаю. Ну, с другой стороны, мне нравится в моей работе вот что. Я в рамках преподавательства работаю, еще немного работаю с людьми, очень много общаюсь, и мне это нравится. Я преподаю, я общаюсь со студентами, они задают вопросы, встречаюсь с выпускниками, обсуждаю. То есть, я не только сижу за компьютером, конечно, и за компьютером тоже много сижу, и много пишу электронных писем и так далее. Но, тем не менее, общение с учеными, мне кажется, является той частью работы, которая всегда интересна. Аплодисменты.